Цифру всегда можно проверить, цифру можно нащелкать, сколько хочешь, да, все что угодно можно снять и все нащелкать. Пленка, в отличие от цифры, она заставляет человека думать. Владимир Томас известный в Челябинске зомби-бой. Мужчина прославился благодаря многочисленным татуировкам по всему телу. Но за экстравагантной внешностью скрывается творческая натура. В свободное время Владимир занимается пленочной фотографией. В школе я всегда был как бы юным химиком, и я не понимаю, почему мое увлечение химией не перешло в фотографию, почему мой лучший, любимый учитель химии и биологии не сказал, Владимир, ты понимаешь, вот есть прикладная химия, там, это фотография как бы пленочная. В отличие от цифры, на пленке нельзя оценить кадры во время работы и на месте исправить ошибку, поэтому здесь важна подготовительная работа. Владимир сначала измеряет количество света перед камерой, настраивает выдержку, диафрагму, проверяет композицию и только потом нажимает на кнопку затвора. Для него больше ценен трудоемкий процесс получения снимка, чем само изображение. Это магия проявления пленки, это именно магия физического ощущения носителя этой фотографии. Для меня это вот, ну, как бы очень по душе, как бы оно, как бы, ты видишь, как появляется изображение во время оптической печати в прекрасном, прекрасном фонаре в темной комнате, это совершенно необыкновенно непередаваемое ощущение. Дома у Владимира оборудована домашняя фотолаборатория. На полках разные объективы, пленки, проявители. Чтобы преобразить пленку фотографию, нужен бак, несколько емкостей для реактивов, термометр и часы. Процесс проявления всегда происходит в темной комнате, например, в ванной. Владимир снимает пленку с кассеты и погружает ее в бачок с проявителем. 15 минут ожидания и можно любоваться результатом.